Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Я рада вас приветствовать либо у себя на канале на YouTube, либо у меня на сайте mir-lanove.ru Итак, сегодня завершающий урок по созданию трёхколумничного шаблона для печати, содержащего патчи для цветов. Ну, не знаю, как вы, а я уже ощущаю запах победы. Я уже слышу звук победных фанфар. Потому что одно дело, конечно, создавать этот шаблон, другое дело вам всё рассказать так, чтобы любой человек после моих уроков мог создать такой же шаблон для печати. Это, конечно, намного дольше, чем создавать. На самом деле, создавать не так долго, поверьте. Конечно, здесь очень много кропотливой работы по проверке, но после моих уроков, я думаю, вам будет намного легче даже что-то своё создать, потому что я показала основные этапы создания шаблона и сделала акцент на то, что нужно проверять, где могут быть косяки. Потому что я уже вам даю такую проверенную информацию. Я уже всё это прошла. И, скажем так, не один год я сидела над этим шаблоном. И вот, наконец-наконец, мы создадим сначала этот шаблон. А вот на следующем уроке я вам покажу, как делать шаблон без патчей. И с нуля, и на основе уже этого шаблона. Итак, перед вами заготовка для шаблона. Почти окончательная. Почему почти окончательная? Потому что я добавила все таблицы, которые мы создавали в прошлом уроке. Я добавила таблицу для французских узелков, таблица для миссера и таблица для длинного стежка. И ещё я внизу сразу добавила информацию. Хотите её добавляйте, хотите не добавляйте. Но вот этот токен нужно добавить. Это токен, который у нас будет печатать примечания. Если у вас не будет этого токена, то примечания, которые вы будете создавать в программе, не будут печататься. Смотрите сами, нужно вам это либо не нужно. Но опять-таки смотрим на эту информацию ещё раз. Она у нас заключена в двойных собаках. Значит, она будет печататься при условии, если токен, содержащий в этих двух собачках, будет присутствовать. Например, вот эта информация, которая у нас первая после таблиц. Она о чём говорит? Она говорит, что если будет у вас схема с нахлёстом одной страницы на другую, то эти строчки у вас напечатаются. Не будет этой информации. Допустим, у вас схема на одной страничке. Тогда у вас это печататься не будет. Следующая информация будет печататься в любом случае. У неё нет двойных собак. А вот эта информация, copyright, она будет печататься, но будет печататься то, что есть в вашей схеме. Если у вас, допустим, не указано имя дизайнера, то и печататься имя дизайнера не будет. Надеюсь, всё это понятно. Ну, откуда можно взять эту информацию? Я взяла из своего уже готового шаблона. Можете взять из любого готового шаблона и не сочинять. Почему я сразу не вставила титульный лист? Ну, вот я не рекомендую титульный лист вставлять. Почему? Потому что мы в программе Крустич.Про будем убирать ещё границы таблиц. К сожалению, если я вот здесь вот уберу границы таблиц, они всё равно просматриваются в программе Крустич.Про. Поэтому удалять границы таблиц надо в самой программе. И в чём тут фишка? Дело в том, что я заметила, когда я удаляю эти границы таблицы в самой программе Крустич.Про, то у меня сам шаблон уменьшается по размеру. То есть эти границы, хоть они узенькие и маленькие, но они заменяют некую площадь на страницах. Если я сразу вставлю титульный лист, а он должен у меня на отдельном листе лежать, то он начинает сдвигаться. Поэтому я решила, что лучше я потом вставлю титульный лист. Сначала я проверю, как у меня работает мой шаблон всяко-разно, а затем я уже вставлю титульный лист и опять-таки с ним всё проверю, чтобы у меня всё работало всяко-разно. Ну что ж, я думаю, что вы сами вставите прекрасно все нужные таблицы в нужные места, вставите нужную информацию. Я этого уже показывать не буду. Далее обязательно всё пересохраните, обязательно закройте шаблон, и мы переходим в программу ProStitch Pro и посмотрим, что же у нас получилось. Итак, перед вами всё та же тестовая схемка. Далее, что я делаю? Я уже, на всякий случай, открываю экспорт и я загружаю свой почти готовый шаблон для печати без титульного листа. Итак, на всякий случай показываю, как убирать границы таблиц. Вот я загрузила свой шаблон, посмотрела. Всё у меня хорошо, всё просто отлично. Далее я хочу убрать все границы. Как сделать это? Одним кликом. Я всё выделяю и два раза кликаю вот на эту кнопочку наружной границы. Кликнул один раз, кликнул второй раз. Всё, у меня все границы исчезли. Говорю ОК. И я просматриваю опять ключ и смотрю, как у меня всё выглядит без границ. Итак, просматриваем в окне предпросмотра. Ну, крест, полукрест, бэкстич мы уже проверяли, французский узелок проверяли. Давайте посмотрим на бисер. В принципе, что я могу сказать насчёт бисера? Я в прошлом уроке старательно помещала длинные-длинные названия в столбец с названием палитры. Но что я могу по этому поводу вам сказать? Дело в том, что программа Кройстич ПРО в принципе вообще не рассчитана нормально работать с двумя палитрами. В отличие, допустим, от программы ПТаймикер. Речь идёт об оформлении. Я поместила в свою схему номера бисера Милхилл. И вот таким образом у меня теперь просматривается бисерная таблица в моём ключе. Здесь короткие названия. Для того, чтобы было полное название, мне нужно заходить в шаблон для печати и там практически менять вручную палитру, чтобы у меня всё было читабельно. Что касается вообще палитры вот этой натурального пресиоза или зорбель пресиоза, то там вообще, если я добавляла как вторую добавочную палитру, то вместо номера у меня получалось название. Вообще там катавасия такая выходила. Поэтому там, очевидно, нужно работать по-другому. Но в принципе, я вам как бы грамотно рассказала, как должна быть строиться эта таблица для бисера. К чему я этот разговор веду? То есть если у вас будет бисер и вам просто нужно точное значение бисера, точная палитра, то вам нужно будет конкретно работать с каждой схемой, с шаблоном работать. Вот как с этим делом работать? У меня там уроки есть. Вы можете посмотреть, как работать. Можно просто зайти в эту таблицу для бисера и туда поместить нормальное название. Просто взять, поместить не токен, а название целиком. И опять-таки, как я показывала, длинное название у меня уже поместится, потому что я проверила. И сейчас я вам покажу, как это делать. Допустим, у меня есть в моей схеме бисер Милхил Антик и Милхил Глаз. Он у меня обозначен в моем ключе короткими названиями, а я хочу, чтобы у меня были длинные. Я внимательно смотрю, какие цвета у меня относятся к Милхил Антик, какие к Милхил Глаз. И считаю первый, второй, третий, четвертый, пятый цвет у меня Милхил Антик, а шестой, седьмой, восьмой, девятый Милхил Глаз. Где-то записываю или как-то запоминаю и захожу в шаблон и ищу таблицу для бисера. Итак, таблицу для бисера я нашла. Кстати, покажу фишку, как сделать так, чтобы при увеличении у нас программа не переходила на первую страничку. Нужно обязательно кликнуть по тому месту, где вы хотите работать своим шаблоном и кликнуть на кнопочку, которая увеличивает наше окно, которое работает с шаблоном. И далее находим токены, работающие с палитрами. Вот эти токены. То есть нам нужно вместо первых пяти токенов BDRNG поместить просто текстовую информацию. Милхил Антик. А далее до девятого номера поместить Милхил Глаз. Где взять название? Название берем в папочке Colors. Я уже рассказывала об этом. Итак, я волшебным образом переместилась в папочку Colors. И отсюда можно взять название Милхил Антик. Можно написать просто, но я предпочитаю взять отсюда. И далее что мы делаем? Мы вместо первых пяти обозначений палитры вставим Милхил Бинц Антик. Просто токены выделяем и ставим. А с пятого по девятый номер нам нужно поставить Милхил Глаз. То же самое копируем и вставляем в наш шаблон. Единственное, нужно внимательно смотреть, чтобы вставить туда, куда надо, и не вставлять туда, куда не надо. Итак, я вставила, и можно сразу выровнять по левому краю, потому что палитра-то будет длинная, чтобы не выравнивать потом. И после всех изменений кликаем на ОК и просматриваем ключ. И теперь мы смотрим, каким образом у нас легко и просто преобразовалась таблица для бисера. Теперь у нее полное название бисера. Но хочу сделать такой вот анонтик, что у меня будет обязательно урок, в котором я расскажу, как вообще работать с этим ключом вне вообще программы. Кростич Про очень волшебное, очень легко. И там можно делать все, что угодно. И даже вместо символов бисера легко и просто сделать кружочки. А вот как это сделать, я вам расскажу попозже, после того, как расскажу о шаблонах, о печати. Далее смотрим на длинный стежок. Длинный стежок, как мы видим, он чем отличается от бэкстича? У него символ, то есть линия цветная, намного длиннее, чем бэкстича. Вот если мы посмотрим на бэкстич, то тут короче. То есть чем больше мы делаем ячейку, допустим, для символа, тем будет длиннее у нас эта линия. Это я вот так сделала. Опять, нужно ли для длинного стежка количество нити устанавливаем? Ну, думаю, что возможно и можно. Вот blend, я не знаю, существует или не существует для длинного стежка, но он тоже помещается. И для длинного стежка все-таки лучше столбцы с номером центрировать. Я сделала такой вывод. Ну, насчет выравнивания, центрирования, это лично ваше усмотрение. И далее смотрим, как у нас информация поместилась. Вот у меня информация поместилась, все просто отлично. И здесь у меня вместо примечаний, предложение, это примечание. То есть я проверяла, как работают примечания. Вот таким образом мы данный шаблон можем проверить. В принципе, я его проверила, все хорошо. И обязательно выводим в экспорт. Итак, при выводе в экспорт я никаких ошибок не выявила. Все у меня корректно отображается. Ну и, конечно же, что нам нужно обязательно сделать? Нам нужно какие-то стежки поубирать. Ну, мы что убирали? Мы бэкстич убирали. Можно, допустим, французские узелки убрать, бисер убрать и посмотреть, каким образом у нас выглядит ключ, корректно ли все работает. Если мы уберем какой-нибудь тип стежка. Проверяем на всякий случай. Но проверять нужно. Ну, как проверять можно на одной и той же схеме? Мы все выделяем. Я уже вам рассказывала, как это делать. И заходим в функцию область, в вкладочку и удаляем, допустим. Давайте удалим французские узелки. И посмотрим, как у нас выглядит ключ в окне предпросмотра. Итак, смотрим окно предпросмотра. Все, французских узелков у нас нет. Это, кстати, что я хочу отметить. Я хочу отметить, что если у вас нет какого-то типа стежка, а за ним даже следуют какие-то другие типы, ну вот как здесь, допустим, нет французского узелка, то в шаблоне всегда остается пустая строка. Я вначале думала, что это мой личный косяк, долго не искала всякие проделывая манипуляции, но оказалось, что точно так же работает и шаблон самого разработчика. Поэтому имейте в виду, пустая строка будет всегда. Если у вас будет отсутствовать полукрест, у вас будет просто одна пустая строка. Так сказать, замечание в скобочках. Ну и таким же волшебным образом можно, допустим, убрать бисер и посмотреть, как у нас убирается таблица с бисером. Хорошо ли она работает. Итак, смотрим, что у нас в окне предпросмотра. У нас все просто отлично. Таблицы с бисером нет, но здесь образовалась такая пустая строка. Ну что ж, в принципе, можно вывести в формат PDF. Я делать не буду, но если вы какие-то делаете свои другие шаблоны, то все-таки проверяйте, как у вас выводится в формат PDF. И далее, что я предлагаю сделать? Я предлагаю вот эту заготовочку сохранить уже в папке для шаблонов для печати. Но не пользовательской, а основной. Хочу это отметить. Как это можно сделать? Итак, я кликаю на кнопочку «Изменить шаблон», кликаю на функцию «Сохранение». И далее я хочу отметить, что вы вроде как попадаете в папочку с шаблонами, но это не те шаблоны, которые нам нужны. Если мы таким образом будем сохранять шаблон, то мы попадем в папочку пользовательского шаблона. А нам нужна основная папка. Поэтому как нужно сохранять? Мы заходим в папочку «Этот компьютер». Далее «Диск С». Я вам уже рассказывала. «Программ Дэйта», «Дипи Софтвор». Далее у нас идет «Кройстеч Про» и «Шаблоны». И вот здесь, вот в этой папочке, у меня тут много всяких шаблонов, вы сохраняете свой шаблон под каким-либо названием. Можно ли сохранять на русском? В принципе, можно сохранять на русском. Итак, я его сохранила. Все. В принципе, у меня шаблон есть, но у него нет титульного листа. Титульный лист у нас должен располагаться отдельно на отдельной страничке. Каким образом корректно поместить титульный лист в ваш новый шаблон? Я предлагаю в самой программе открыть шаблон, где титульный лист такой, какой вам нравится. И затем скопировать его в наш новый шаблон. Итак, давайте я открою тот шаблон, который мне нужен. А у меня есть такой вот интересный шаблончик. Он называется «Наш шаблон». Видите, у него на русском языке. Итак, я открываю и кликаю на кнопочку «Изменить». У меня здесь просто отличный титульный листик. Вот он здесь у меня такой вот. Я копирую. Как мы видим, он в виде таблицы. Можно быстрыми клавишами, а можно воспользоваться вот этой кнопочкой «Копировать». Ну, давайте воспользуемся кнопочкой. Итак, я его скопировала. Дальше я опять открываю тот шаблон. Он у меня вот здесь находится. Вот он без титульного листа. Я его открываю и изменяю. Я иду в конец. И после токена с примечаниями Ctrl-C, Ctrl-V вставляю титульный лист. Посмотрите, он у меня автоматом расположился на следующем листке. Кстати, если вы не хотите пользоваться быстрыми кнопочками, здесь есть функция «Вставить». Вот таким образом у нас титульный лист сразу корректно вставится в наш шаблон. Если мы будем делать что-то вне программы, там могут быть всякие разные косяки. Проверьте, я уже много с ними работала. Вы можете попробовать. Он бывает прямо не на той страничке, или появляется пустая страничка. Там много косяков появляется. И далее, после того, как мы вставили этот титульный лист, мы опять его сохраняем. И опять мы сохраняем в том месте, где нам надо пользовательские шаблоны. А нам нужны наши основные шаблоны. И я его пересохраняю под тем же самым именем. И вот у меня это название. Итак, я его сохраняю. Программа говорит, хотите пересохранить? Я говорю, да, хочу. Все. И далее давайте мы просмотрим уже с титульным листом наш шаблон. Хотя, наверное, сначала надо было просмотреть, а потом пересохранить. Но поскольку я знаю, что у меня все хорошо, я уже пересохранила. Итак, смотрим на наш титульный лист. Все хорошо. Ну и хорошо, конечно, нам вывести всю нашу схему в экспортный вариант и посмотреть, а все ли у нас хорошо в экспорте. Итак, смотрим, как у меня выглядит файл экспорта. Все на месте. Титульный лист на месте. Схема на месте. И у нас ключ на месте. И все хорошо. Ничто никуда не съехало. Косяков нет. И еще я вывела в экспорт схему с отсутствием бисера. Тоже у меня все хорошо, косяков нет. То есть шаблон работает корректно. Но я советую, что еще сделать. Обязательно проверить еще на каких-то схемках, хорошо ли работает шаблон на выявление косяков. Но я давайте проверю еще вот на такой вот схемке. Тут у меня есть бисер, узелки французские. И я ее проверила в окне предпросмотра и вывела в экспорт. Итак, смотрим, все ли на месте. Все у нас на месте. Полукрест, бэкстич, французские узелы, бисер. На месте ли у нас титульный лист? На месте. Я вам сейчас покажу файл экспорта. Вот таким образом у меня выглядит тоже файл экспорта. Все хорошо. Но здесь я примечания не делала. Но можно проверить, как работают примечания. Но можно еще на каких-то других схемах проверить. Я думаю, вы сами проверите. Я уже делать этого не буду. Ну вот, в принципе, вот у нас шаблон готов. Но я как-то обещала вам рассказать в одном из своих уроков, как работает очень интересный токен AllBlackSymbols. И сейчас я вам покажу, как он работает. Итак, давайте заглянем в таблицу для токенов. Я как описала этот токен? Черные символы при любых настройках формата печати. Но давайте сейчас мы посмотрим, как он работает. Так я его копирую в Ctrl-C. И давайте мы проверим на этой моей схеме G. Итак, я изменяю шаблон. Куда можно вставлять токен AllBlackSymbols? Да, хоть куда. Вот давайте я здесь вставлю Ctrl-C, Ctrl-B. Итак, вставила, я говорю ОК. Далее смотрим формат печати. У меня моя печать настроена на цветные блоки с символами. То есть у меня будет патч сверху символ. Итак, я хочу видеть полностью свою распечатку. Но давайте мы просмотрим, как у нас изменяется ключ при том, что мы поместили этот токен AllBlackSymbols. Итак, что мы видим? Несмотря на то, что у нас в настройках для печати поставлены цветные патчи с символами, символы будут всегда печататься черным цветом. Вот таким образом работает этот токен. Итак, смотрим, как у нас выглядит файл экспорта. У нас идет титульный лист, цветная схема. И далее у нас идут патчи цветные, а символы у нас отдельно черным цветом. Мне кажется, что так очень-очень удобно. Каким образом можно получить такую же распечатку без применения токена? Нужно будет просто отдельно вывести ключ черно-белый и отдельно вывести схему вместе с титульным листом, а потом уже склеить. А с применением AllBlackSymbols это делается намного быстрее. Таким образом работает токен AllBlackSymbols. На этом я заканчиваю свой урок по созданию трехколоночного шаблона для печати с патчем для программы Крустич.Про. А в следующем уроке я буду рассказывать уже о трехколоночном шаблоне, но уже без патчей. Как его сделать? Как его сделать? Как с нуля? Как его сделать? И применяя уже все эти таблицы, которые были сделаны для того, чтобы создать именно этот шаблон, о котором я только что вам рассказывала. Поэтому до новых моих уроков, до новых встреч. Пока-пока. И ровненьких вам крестиков.